И так, ребят, всем привет, и мы с вами продолжаем, а точнее, уже заканчивал, скорее всего, проходить с Гворьем. Короче, смотрите, я начнете пересмотрел предыдущую серию и смерть этого персонажа, и, короче, меня Иннет просто не подфорсил, короче, решил подгомнить, так скажем, и из-за этого я слил персонажа. Да, из-за этих вот технических проблем, то есть не из-за меня, а из-за технических проблем, вот такая вот хирургистика, вот такая вот хирургистика, блядь, печально. Я-то, ну, я-то в него не попал, а это оказывается просто, Иннет не подфорсил опять. Финал, короче, ребят. Пиздец, да чего же стрёмно это место. Подкаст всего не передал. Если б вы знали. Она была здесь. Она? Я думала, Макс сбил её, но она была здесь, и с ней было что-то не так. Кто? Женщина, старуха, она всё повторяла какое-то слово. Блядь, она говорила Сайлос. Этого никак не может быть. Я её тоже видел, в туннелях. Элиса Ворос. Мать Сайлоса. Ну, вроде. Вроде. Лучше, чем хозяйка. Стоп, а что это значит? Она нашла его где-то, и держала в клетке, как дикое животное. И Кейли... В клетке, да? Иди ты. Забудь, что я сказал. Ты всё ещё пытаешься что-то скрыть? Ты убила мою племянницу, Кейли Хэкетт. Она была одной из самых добрых девочек на свете. Она просто хотела помочь ребёнку. Запертому в клетке. Этой ведьмой. Что дальше? Она... хотела помочь. Трэвис. Убедила брата устроить пожар. Отвлечь внимание. Зажечь сено. Чтобы успеть освободить Сайлоса из его клетки. Она не вышла, да? Да. Пламя было слишком сильным. Все погибли. Элиса. Вся труппа. Кейли смогла выпустить Сайлоса. Но... Он укусил Калиба. И вы его ищете? Сайлоса, да? Уже шесть лет. Каждая полнолуния. Херовый ты охотник. Это... Все, что осталось. Боже, охереть. Блин. Ну, где он? Не знаю. Черт, этого я не видела. Даже я об этом не знал. Райан? Черт. Прости. Близко. Уже близко. Вы оба... Это видели? К сожалению. Да. Что это? Сайлос, мальчик-пяс. Мы на месте. Тихо. Ах, ты ж ебаный, ты. О, боже. Малыш. Малыш. Что там? Ты чего? Стреляй, идиотка! Ладно. Ладно. Ты уверена? Ну? Ладно. Ладно. нет давайте мы уйдем пока он еще не стал человеком слишком поздно ты значит думаешь что все понимаешь воображая что ты долбанный гений я пыталась помочь пыталась предупредить даже полюбила тебя но теперь все кончено я не забуду что вы сделали с моим сайлосом я была с тобой всю ночь и меня не остановит то что эта ночь подошла к концу нет любой шорох что ты слышишь темноте шепот из теней дыхание на твои шеи это буду я рядом с тобой я останусь с тобой навсегда я всегда рядом меня бабушка и ловит не но я уже сам принял решение типа что-то чуть-чуть любит все утро можно расслабиться ну по сути мы слили сколько персонажа но все вот вот все Бобби Хайкет Смертва. Несмотря на попытки раненого Бобби дошти своей семьёй, контакт убил её со всеми семьёй. Крис погиб, когда его любимая вода, и Райан герстензёвывает серебряные силы. Крис погиб. Крис погиб. Крис погиб. Парк Парк Парк. Крис погиб. Крис погиб. Поиска. Кэйтси перезвала же поднимение об обороте на славке, отсказнула от Кариба и скотчей Пейтси добрала патроны серебромого вега. Карис Хэккер Жит Переводствительная пугновогия, Карис Хэккер снова стал человеком в Барсиев Сауэлл. Трэзис Хэккер Жит Напомню о том, что Лара подавилась на нее в Сауэлл. Кэйтси. В Афгин, Кэйтси, Кэйтси, Кэйтси Но это хорошая консовка. Благодаря Ларре Атайлайт матч пьет И теперь он не замерз. Показано Хэккер в уроке. закончена. Я считаю, что это хорошая концовка. Да, одного персонажа мы слили, но не знаю. Можно ли считать это хорошей концовкой, типа то, что почти все персонажи выжили, не знаю. Одного персонажа я слил. Таинственные убийства в летнем лагере. Что думаешь об этом, Антон? Желтизна какая-то. Таинственная. К чему так нагнетать? Да, большинство коллег согласились бы с тобой. Но, возможно, журналисты в Нордкилл разделяют мои мистические взгляды. Ну да, пожалуй, в Нордкилл конкуренция невелика, так что авторы не самые лучшие. Так, давай хотя бы начнем подкаст, пока ты не уморил меня своим цинизмом. Мы закончили вроде с Хэкетсквори. Как видишь, не совсем закончили. Новость трехмесячной давности, старье же. Антон, давай сначала представимся. Это странная настоящая подкаст о сверхъестественном. Я Грейс. А я Антон. И вместе мы изучаем вероятность сверхъестественных событий в обычной повседневной жизни. И это действительно обычная повседневная жизнь. С налетом потусторонних сверхъестественных событий. Нет. Окей. Итак, надеюсь, твоя шапка застрахована. Ведь тебя сейчас ждет отрыв башки. Что? Застрахована ли моя шапка? Да. Самое дорогое обязательно надо страховать. Шапку? Да. Ладно, твои приоритеты ясны. Продолжай. В общем, мы не случайно решили вернуться в Хэкетсквори. Ситуация изменилась. Я раздобыла информацию. Я настроен скептично, но послушаю. Сквозь шапку. Рада это слышать. Боже, что? Почему ты улыбаешься? Хватит ужас какой! А что? Я что, зря по-твоему брекеты носила? Ну, зубы у тебя красивые. Спасибо. Этого многие наши слушатели могли обо мне не знать. Так. У меня есть свой человек, так что сегодняшний эпизод будет чем-то напоминать. Покажи и назови. Какой еще человек? Внутри чего? Что? У тебя свой человек внутри. Разве не у всех есть такой человек? Внутренний критик, говорящий. Бросай свой подкаст, он никому не нужен. Послушай этот голос, Грейс. В общем, что я хотела сказать. Назовем это безвозмездной помощью. Понимаешь, не только мы нашли эту ситуацию странной. Кто-то даже прислал нам посылку. Ты же, ты это не открыла. Кто вообще? Знаешь, я не доверяю твоим слухам. Ой, как не терпится открыть. Сюрприз. Безвозмездная помощь? Слушай, ты ведь всегда мне обещал, с самого первого подкаста, что если будут доказательства, ты рассмотришь все варианты. Говорил да. Я сказал это точно, зная, что никаких доказательств мы не увидим. В общем, так. Нам прислали информацию. И мы должны решить, странная она или настоящая. Окей, ладно, посмотрим. Для тех, кто нас сейчас слушает, мы собираемся открыть посылку от неизвестного подписчика. Если это отправили вы, поздравляю, мы купились. Извини, тут просто очень, не очень, просто нереально много скотча. Ты можешь мне помочь? Может, ключом разрезать? У тебя есть ключ? Нет, еще затупишь мне ключ. Пальцами давай. Просто дай мне свой сраный ключ, Антон. Нет. Давай гони ключ. Нет, свой ключ найди. Все равно дверь не запираешь. Конечно, запираю. Вот, значит, что ты скрываешь? Что я скрываю? А ты-то дверь запираешь? Нет, мне нечего скрывать. Ты веришь в призраков, но не запираешь дверь? Призраки не открывают двери. Они через стены ходят. Ладно, тебе стоит больше опасаться убийц. Так, ты помнишь пропавших туристов? Ты только о них и говоришь, так что да. Ну, я не хотела, чтобы ты о них забыл, потому что их рюкзаки нашли в самом летнем лагере. Погоди, реально? Да, вероятно. Вероятно, ну, конечно, как всегда. Ох уж этот знаменитый словарь Грейс. Вероятно, предположительно, может быть. Никакой конкретики. Неизвестно, чьи это сумки. Пусть так, но я свободный человек. И хочу верить, что эти два рюкзака принадлежат двум пропавшим туристам. Я почти уверен, что один из рюкзаков твой. Я видел, как ты с ним ходишь. Охотники за привидениями любят определенный стиль. И я не могу не отметить, что рюкзаки прямо-таки шикарные. Согласен. В тебе за милю видно охотника за привидениями. Спасибо. Это не комплимент. Надо немного поговорить о семье хекетов. Они типа потомственные землевладельцы, так? Угу. Да. Их прапрапрадеды были звероловами и объявили эту землю своей. Просто так? Да. И флаг свой поставили. Будто на луне высадились. Флаг семьи хекетов. Ясно. Да. И примерно в то же время они нашли кварцит. Кварцит? Я надеялась, что ты спросишь. Интересный факт. Все здания в Нью-Йорке сделаны из кварцита. Неинтересный и не факт. Большинство. Но это не важно. Не важно? Каламбур. Они выкопали карьер и добились большого успеха. Пока Септим Хекет, идеальное злодейское имя, седьмой сын звероловов, а число семь имеет сверхъестественную силу, не закрыл шахту. Значит, им пришлось жить только за счет земли. Да. Ты говоришь «только». Но земли здесь много акров. Это много леса. Много неизведанной тьмы. А, ясно. Удобно прятаться. Хорошее место для семьи странноватых отшельников. Угу. И вот здесь-то история принимает паранормальный оборот. Ясно. Началось. Множество акров леса с призраками. Как скажешь. Я знаю, о чем говорю. И вот почему. Когда я отправилась на разведку в Нордкил, я остановилась в мотеле «Харбинджер». Так. И там кто-то знал семью Хеккетов и сказал, что они прокляты. О, кто-то в мотеле «Харбинджер» что в Нордкилле под Нью-Йорком что-то сказал? Ну, значит, это правда. Да. Прикинь? Я вообще ни слова не говорила про сверхъестественное. Они сами подняли тему. Ты не думала, что это просто скуки? Нет. Какая может быть скука, если работаешь в отеле с призраками? В мотеле с призраками. Ты прав, ты прав. В общем, после закрытия карьера дела у них идут не очень. Потому и занялись свалкой лагерем. Хватаются за все подряд, чтобы заработать на жизнь. Они прокляты? Или у них просто нет денег? Может, все сразу. Говорят, когда всех рабочих посокращали, народ бушевал. И на семье осело много негативных флюидов. Ах, да. Знаменитые единицы измерения. Негативные флюиды. Ну, да. От тебя их сейчас много идет. В общем, я это слышала и решила поделиться. Дело твое. Ладно. Забудем на минутку о Хекетах. Скажи, ты готов к реально стремной хрени? Давай, покажи мне что-то реально стремное. Не знаю, сможешь ли, но постарайся. Только держи себя в руках. Я готов. Хорошо. Взять тебя за руку? Нет. Ладно. Может, ободряюще похлопать по спине? Говори уже, что хотела. Может, мне весь свет включить, чтобы ты не сильно боялся? Ты достала уже говорить то, что собиралась сказать! Что думаешь об этом? Фу. Это кожа? Кожа, шкура. Можешь называть, как хочешь. Можешь. Вроде человеческое. Угу. Стоп. Это? Очевидно, это принадлежит существам, которые во всем виноваты. А они сами где-то есть? Можно увидеть их. Воплоти, так сказать. Нет, только фото. Тому, кто это отправил, хватило мозгов не красть реальное доказательство. Как удобно, что оригинал мы не увидим. Ай, ну тебя! Так, к слову. Ладно. Знаешь что? Это странно. Признаю. О, Боже. Я просто сказал странно. Что ты раздуваешь? О, Боже. Я выиграла. Что ты выиграла? Я сказал странно. Победа! Ты обращен! Ты теперь на моей стороне. Ты уверовал, правда? Не на твоей стороне. Победа! Победа! Не победа. Слушай. Это была схватка, и я победила. Да нет же, послушай, я все понимаю. Мутный репортаж о новостях, потом это... Не знаю. Чтобы это не было идеей о том, что это странно и имеет право на жизнь. Странно. И интересный выбор слова. Так, что еще ты скажешь? Заткнись. Давай. Нет. Скажи то, что я хочу услышать. Ничего я тебе не скажу. Ты уже почти сказал. Просто выдай емкую фразу, которая мне так нужна. Хоть я на название не соглашался, но впервые в истории это дело может стать странным настоящим. Ах! Это лучший день в моей жизни. Как печально. Что, у тебя не лучший? Нет! Что теперь? Отправим это все в полицию. Пусть дальше они решают. Жаль, мы не узнали больше. Если бы можно было заглянуть в хрустальный шар и увидеть, как все было. Да, но в чем тут интерес? Мы можем сколько угодно рассуждать, но нас там не было. Мы не были на месте этих ребят. И не узнаем, что произошло в Хэкет Скворе на самом деле. Так, я тебя не узнаю. Говорю как есть. Это прекрасно. Спасибо. Ты сейчас выдал именно тот контент, который я пытаюсь делать. Просто у нас первый раз в подкасте что-то адекватное. Адекватное. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Да, вы переигрывали. Я, да, переигрывал, но были причины, были причины, вот, и, так, да, были причины, потому что, во-первых, то действие не срабатывало, то инерт подводил, то еще что-нибудь, то, вот, по факту мы слили только, вот, еще нас, вот, а Райана, фу, ну, или как это вот она? По-моему, Райан и, не помню, это, Джейкоба, о, Джейкоба, все-таки решил спасти, потому что я, типа, не понял, вообще, как это, как вообще, вот, его спасти, типа, что было спасти, надо вот сложить, вот эти два числа, два плюс три, знаете, один плюс три, помало, и два плюс три, как я должен был до этого догадаться, я серьезно, серьезно, я только посмотрю, проходи, и все нормально. А, вот, остальные, вот, сливы, это, конечно, не в счет, потому что, блин, слив персонажа из-за того, что меняемость поделал, это, конечно, печально, но, в целом, как тут хорошая, и, в большинстве случаев я использовал, конечно, жизни, из-за того, что, но, из-за лагов, в целом, персонажа, а так, в принципе, игра неплохая, неплохие композиции, очень мне понравились композиции, игра превосходная, в общем, игре я бы поставил десяточку, без сомнений, игра превосходная, и я с удовольствием ее прошел, если бы ее, конечно, не, блин, не это самое, все было бы нормально, но все персонажи, только что надо получать, вот так вот, вот такие вот прохиньоны, почему я именно переигрывал, игре, я бы десяточку поставил, примерно, она очень хорошая, и она очень понравилась, не надоедала вообще, хотя, в чем-то, конечно, захотелось просто так, чуть-чуть, ладно, но игра реально хорошая, реально хорошая, мне очень понравилась, а потом, у меня по плану, вот такие следующие игры на прохождение, Джорни Война хотел бы быть довершить, ааа, паши орден, потом, аа, что бы я хотел еще довершить, да, Дайланд 2, аа, потом у нас будет стрим, аа, с, Андреем Дилинджером, ааа, по Дайланд 1, аа, после Дайланд 1 я буду потихонечку проходить, ааа, второй Дайланд, ааа, но уже на готовке, скорее всего, вот, вот видите, опять он мне, вот, опять он мне, вот, эту вот, конкретин выстраивает, вот, что меня это не очень радует, вот, но все целая игра мне очень понравилась, в общем, я вроде бы все в план свою ручь, а по поводу Atomic Heart, эээ, у меня там с ним, ну, не особо получилось, потому что что-то вот, смотрю у других, эээ, мммм, ютуберов, эээ, этого робота, они валят просто на рамду, а? А я не могу, не знаю, я пытался, в итоге, прюну на него, возможно, когда я его перепройду, эээ, буду переснимать, потому что у меня, эээ, микрофон, ну, не очень такой был, вот. Ну, видите, просто, значок, Wi-Fi, именно в нем и проблемы. В общем, все, всем спасибо, всем, пока, увидимся в следующей встрече.